Господи, благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас во имя Твое. Мы пришли сюда во имя Христа, нашего Спасителя. Наш Небесный Отец, Ты послал Духа Святого, чтобы помазать нас, верующих, которые живут в это время. Ты накрыл для нас стол на виду врагов наших и посреди искушения. Показываешь нам путь. Ты во время борьбы являешь себя сильным, обеспечиваешь и помогаешь. Благослови наши миссии по всему миру. 680 церквей говорят «Аминь» в одном и том же духе веры. Они благовествуют, молятся за больных, изгоняют демонов, начинают библейские институты, свидетельствуют о Тебе в джунглях, в пустынях, в городах, в деревнях, в браках, в спальной комнате, в гостиной, в дороге, на работе. Веди нас и наполняй нас всегда своим духом в то время, как мы смиряемся перед Тобою. Ты нужен нам. Ты есть путь и истина, и жизнь. Ты наш пастырь, и мы знаем Твой голос, а Ты знаешь нас по имени. Благослови нас, Господи. Твори Твои чудеса исцеления во время, когда будет звучать проповедь, исцеляй от рака, от депрессии, исцеляй эмоции, ум. Благодарим Тебя за Твою благость к нам, Иисус. Аминь. Вот картина на экране. Мы живем с вами в период церкви. Мы приближаемся ко времени восхищения церкви. Харпадзо – это греческое слово, означающее восхищение церкви. 1 Фессалоникийцам 4.17, означающее, что Господь выхватит Свою церковь из этого мира. Многие из вас уже слышали это учение, но мы ходим в церковь и хотим повторить это учение о восхищении церкви. Никто не знает, когда это произойдет. Тела верующих, которые умерли на протяжении всего периода церкви, растворились в биосфере, будут воскрешены из мертвых. Мы, если останемся в живых до этого события, мы не умрем, но изменимся в мгновении ока и встретимся с Христом в воздухе. На греческом есть два слова, определяющие воздух. Это воздух ниже горы Олимп и воздух выше этой горы. Мы встретимся с Христом на воздухе ниже горы. Христос будет очень близко к земле, но не коснется ее. Он придет за церковью, как вор ночью. Этот мир ничего не поймет, как это произошло. Хотя я допускаю, что люди слышат о восхищении церкви, но в основной своей массе этот мир будет обманут, не понимая, как могли миллионы людей исчезнуть в одно мгновение. Это звучит как сказка, но именно так говорит Писание. Мы ожидаем этого дня, когда Господь возьмет нас к Себе. Сейчас мы перейдем к Аврааму. Давайте мы откроем книгу «Бытие» 12 главу. Авраам жил в районе 1800 лет до Рождества Христова. Для нас это очень важное учение. «Бытие» 12 глава, 2 стих. «И я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». Эти обещания были даны Богом Аврааму. Мы сейчас с вами в 2018 году. Между нами 4000 лет. И 4000 лет назад Бог дал обетование одному человеку. Кто был первым евреем? Авраам. Сколько еще было евреев, когда Бог призвал его? Кроме него ни одного. А что насчет его семьи? Его семья была Сара. Сара и Авраам. Они получили обетование от Бога, что они будут в центре истории человечества и фактором благословения для каждого. Вы благословляете Авраама, и вы благословлены. Вы проклинаете Авраама, и вы проклятые. В Откровении, 7 глава, мы видим исполнение обетования. Книга Откровения, 7 глава, 9 стих. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Из всех племен и колен, и народов, и языков. Где происходит это действие? На небесах. Сколько людей попадет на небеса? Там стояло великое множество людей, которого никто не мог перечесть. Откуда же все они? Из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем. Аллилуйя! Вернемся к Аврааму. Аврааму было дано семя. Это Исаак. Яков, сын Исаака. У Якова родились 12 сыновей, и 70 человек пришли в Египет, а вышло из Египта около 2 миллионов человек. Это Божий народ. Библия повествует о двух основных линиях. Две линии мы видим в Писании. Первая линия, биологическая линия, это народ Израиля. Из этой линии пришло семя Давида. Давиду было дано обещание, что на его престоле Бог посадит его сына. И его сын будет царствовать вечно. Сколько вечно. Вообще-то цари не царствуют вечно. Они умирают. Но сын Давида будет царствовать вовеки. Иисус был рожден в Вифлееме и затем начал свое служение. Был один слепой, который обратился к Иисусу. Как звали этого слепого? Кто воскликнул? Сын Давида, помилуй меня! Его звали Вартимей. Иисус остановился. Ему понравилось, как назвал его Вартимей. Потому что Вартимей знал что-то. Да, я сын Давида, мог бы сказать Иисус, царь, который сядет на престоле и будет царствовать вечно. Всякий, кто поверит в Иисуса, получит жизнь вечную. Это вы и я. Это церковь. Итак, у нас есть линия Израиля и линия церкви, которая состоит из Израиля и других народов, поверивших в Иисуса Христа, которые были возрождены свыше и спасены. Израиль исполняет свою цель на земле в разворачивающемся плане Бога. Мы читаем в Библии о последних временах. После воскресения Иисуса Христа начался век церкви, который идет сейчас, в 2018 году. Весь этот период церкви назван «Последние времена». Если времени человеческой истории шесть тысяч лет, тогда мы находимся в последний период этой истории, когда апостол Петр говорит о последних временах, мы понимаем, что это. Апостол Павел верил в это. Как апостол Петр, так и апостол Павел говорили о последних днях последних времен. Мы хотим говорить сегодня об этом периоде времени. Сказано также о последних днях израильского народа, которые начинаются со временем Великой Скорби. Период Великой Скорби длится семь лет, а затем идет тысяча лет Царства Небесного. Другими словами, День Господень. Мы часто встречаем это в пророчествах Исаии, Иеремии, Амоса. С одной стороны, это время темное и время скорби, а с другой стороны, это время наступления света и Царства Христа. Во время скорби произойдут невероятные гонения на евреев, как Холокост во дни Второй Мировой Войны. Уровень убийства евреев достиг невероятной высоты в Европе. Этим занималось образованное, утонченное современное общество. Это должно быть доказательством для всех нас, что наступают трудные времена скорби. То, что происходило с 1939 по 1945 год, не идет ни в какое сравнение с тем, что будет происходить с народом Израиля во время Великой скорби. Период скорби будет 7 лет, но сама скорбь усилится в последние три с половиной года. Мы будем обучать этой теме последние времена последующей недели. В связи с этим у вас могут возникнуть много вопросов, поэтому мы ободряем вас читать и изучать это самим. Я могу дать ссылки на авторов систематического учения о последних временах. Это Чарльз Райри, Льюис Перри Шейфер, Марк Хичкок. Я использую их цитаты иногда. День Господень. Мы будем на небесах, когда наступит 7 лет Великой скорби и возвратимся на землю с Иисусом Христом и будем частью Царства Миллениума, когда Он придет как Царь. В Своем первом пришествии Иисус пришел как служитель, чтобы положить Свою жизнь за нас. Это драгоценно для нас. Мы изучаем это, думаем об этом, обучаем этому и следуем за этим. В нас есть тот же Дух, Который и во Христе. И мы хотим жить в этом мире с Духом Христа, с мудростью Христа, с пониманием разворачивающегося плана Отца. Когда Иисус был на земле в свое первое пришествие, Он был известен людям как... Давайте мы откроем Евангелие от Матфея от Матфея, 16-я глава. В этой главе Иисус говорит с фарисеями и саддукеями. В чем различие между фарисеями и саддукеями? Ох ты, правильно! Абсолютно правильно! Фарисеи это правое религиозное крыло и они живут буквой закона. Они очень жесткие в своем суде клютиям. Саддукеи это левое религиозное крыло. Они не верили в ангелов и в воскресение мертвых. Если я живу в оплоте, я могу жить или в правом крыле, где я очень жесток, где я законник и суров в своих суждениях. Я говорю блудница, должна быть побита камнями. Иоанна 8 глава. Это тяготеология буквы закона. Или в левом крыле, в либеральном отношении к истине и к Слову Божьему. Христос сказал саддукеям, заблуждайтесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. Такова либеральная теология сегодня. Она не верит в непорочное зачатие Христа, не верит в воскресение мертвых. Можно задать им вопрос, почему же вы приходите в церковь? Весь смысл церкви в этом же. Сейчас церкви захвачены либеральным небиблейским эмоциональным культурным учением. Эти обе группы распяли Иисуса Христа. Они не могли различить. Каков ответ на это? Быть исполненным Духом, обучаться библейскому учению и понимать Дух Библии. Что же говорит Бог? Какое у Него сердце? Кто Он? Истина будет открыта мне Духом Святым. Таково наше желание как верующих. И вот что говорит Иисус этим двум группам людей. Матфея 16 глава 1 стих И приступили фарисеи и саддукеи и искушая Его просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ вечером вы говорите будет ведро потому что небо красно. Что это значит? И Иисус говорит вы ищете знамение но всякий день глядя на небо вы можете сказать какая будет погода вы лицемеры вы можете посмотреть на мою жизнь и сказать что я мессия но вы искушаете меня чтобы я отвечал на этот вопрос по-вашему я открыто говорю вам вы лицемеры это напоминает мне короткую историю одному атеисту был задан вопрос если вы встретитесь с Богом что вы скажете ему он ответит я спрошу его почему он не предоставил больше доказательств себе я думал об этом ты имеешь ввиду что Бог предоставил недостаточно доказательств своего существования да он не явился сам позвольте мне задать вопрос как мы обнаружили радиоволны или электромагнитное излучение их же не видно как мы их нашли мы искали их вы искали электричество и вы нашли его вы искали другие невидимые невидимые вещи и вы нашли их так почему же вы не можете найти Бога эти люди лгут они не хотят Бога именно об этом говорит Иисус вы смотрите на небо и говорите какая погода будет а не можете различить того времени когда я здесь когда я воскрешаю мертвых исцеляю прокаженных и умножаю хлеба для тысяч людей вы пустые люди вы лжецы и лицемеры если мы исполнены духом и верим в Библию мы будем знать о том времени в которое мы живем мы найдем указания на это время и скажем это точно так как говорил Иисус я хочу дать три пункта в отношении периода времени где мы живем я верю что мы живем в последние дни кстати каждый раз мы встречаемся с тем что духовные люди говорят что Иисус придет во время их жизни мы говорим что это вполне возможно Павел верил в это когда говорил мы оставшиеся в живых первые воскреснут тела умерших во Христе а затем мы оставшиеся в живых это значит что он верил что восхищение произойдет во время его жизни Мартин Лютер вообще назвал определенный год пришествия Иисуса он сказал что это будет 1537 год никто не знает ни дня ни часа я верю что мы с вами духовные люди мы можем читать об этом в писании и размышлять из-за того что Иисус сказал что никто не знает ни дня ни часа мы не можем сказать конкретную дату но у нас может быть чувство его пришествия а как насчет этого когда Иисус пришел в первый раз кто-нибудь знал об этом да были люди которые знали об этом были и другие люди ожидавшие пришествия Мессии о которых не говорится в Евангелиях в Даниила 9 глава 24-25 стих говорится о времени его пришествия это невероятное пророчество Даниил сказал об определенном количестве дней до пришествия Мессии что предан будет смерти Христос он разберется с грехами и беззакониями почему же мы говорим что мы живем в последние времена в последние дни первое Израиль возвращен на свою землю конечно можно сказать больше пунктов но мы с вами ограничимся тремя второе это глобализм и третье это отступничество в церкви церковь отступает от учения апостолов вообще-то мы даже взволнованы по этому поводу когда читаем Писание Израиль продолжает быть в центре всех событий эту землю называли Палестина Израиль был частью Британской империи я есть статистик для вас здесь это как это как это это как как это есть Давайте мы с вами откроем Матфея 24 глава. Первый стих. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма». Иисус же сказал им, «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». В Матфея 23 он просто был в негодовании в отношении религиозной системы и существовавшего порядка. Он был в храме, разметал там всех продающих и покупающих. Он обучал, проповедовал в храме, обличал и был жесток в отношении религиозных людей. Затем он вышел из города и пошел на гору. Там ученики показывали Ему на величественные здания. Для него это все было неважно, потому что он видел всю историю, и что этот город будет разрушен. Разрушение города и храма произошло в 69-70-м годах по Рождеству Христову. Он был разрушен римлянами. Не осталось камня на камне из всех построек в Иерусалиме. Стены храма были покрыты золотом. Когда случился пожар в храме, то золото пролилось в щели между камнями храма. Люди отрывали камни друг от друга, чтобы добраться до золота. Но наступило запустение этого места. Иисус с учениками прошли через долину Кедрон и взошли на Елеонскую гору. Там они сидели. Третий стих. Тогда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Он мог бы сказать, «Не будет ничего такого. Я не собираюсь приходить во второй раз». Или «Не будет никакого конца века. Все будет продолжаться, продолжаться, продолжаться». Он не говорит так, Потому что линия времени исторических событий очень точна в разворачивающемся плане Божьем. Это стало частью нашего мышления. Все происходящее содействует Его плану, Его цели. Христос пришел, завершил работу, а затем пошел на небеса. Теперь мы здесь, и мы направляемся к определенным событиям, которые мы видим уже сейчас. Так же, как мы с вами видим прошлое. Это помогает нам в нашей жизни предвкушать события, которые грядут. Мы понимаем, что не мы выдумали все это, «Но Бог открыл это нам». Народ Израиля – ключевой фактор во всей истории человечества. Это земной народ, который имеет свое начало, и он продолжает существовать. Государство Израиля существует снова. Как же это произошло? Почти две тысячи лет евреи были рассеяны по семидесяти странам мира. Это Египет, Осирия, Вавилон, Персия, Греция, Рим. Во времена Рима Иерусалим и храм разрушен, и по римским законам евреям находиться в Иудее было нелегально. Однажды я сидел в кафе в Будапеште. И это настоящая история. Так происходило. Я увидел там пожилого иудея с седой бородой. Я сел рядом с ним и начал разговор. Я сказал, откуда я? И спросил, а откуда вы? Он ответил, я из Израиля. Вы родились там? Нет. Мои родители пришли туда пешком. Откуда же они пришли? Из Туркменистана. Сколько понадобилось времени, чтобы проделать этот путь? Четыре года. Мы шли по дороге, работали. Откуда вы знаете, что вы еврей? Я живу в Туркменистане, но я еврей. Почему люди так говорят? Откуда они знают, что они иудеи? Почему они направлялись в Израиль? Как это произошло? Иврит уже две тысячи лет, как мертвый язык. На нем говорили только в синагогах. Это все равно, если бы мы заговорили на латыни. Латынь – мертвый язык. Но он ожил бы, если бы мы начали говорить на латыни. Но этого не произошло. А иврит был возрожден. Люди в Израиле разговаривают на иврите, как на обычном языке. Там также говорят на арамейском, на русском и так далее. Невероятно. К 1871 году было очень мало иудеев в Израиле. Около 25 тысяч. Теодор Герцль был основателем сионистского движения. Он был одержен целью возвращения иудеев в Израиле. К 1914 году в Израиле уже было 80 тысяч евреев. К концу Второй мировой войны уже было 650 тысяч евреев. А сегодня 5,2 миллиона человек. Почему это так важно? Потому что пророки говорят о войне, о битве Армагеддон, о пришествии Христа. Для всего этого требуется, чтобы существовало государство Израиль. И был построен храм. В храме они начнут приносить жертвы. Антихрист заключит мир с Израилем. Сто лет назад Израиля еще не было. Но сегодня есть. Население Израиля растет. Евреи летят на самолетах из Франции, из Норвегии. В Европе поднимают голову антисемитизм. Европейские иудеи едут в Израиль для, ища стабильности. В США живут около 5 миллионов евреев. Израиль возрастает в количестве людей. Идет строительство, что не может не раздражать арабские страны. Будут происходить изменения. Но знаки того времени, в которое... Это знаки того времени, в которое мы живем. Другой аспект последних дней – это глобализм. Когда еще в истории человечества мы говорили о целом мире? Как сегодня. У человека появился мировой охват через социальные сети, через телевидение, через телефонные связи. Возрастает глобальный интеллект. С его идеями и точкой зрения, и прочно внедряется в нашу культуру. Огромную роль в этом играют деньги. Мы видим это в книге Откровения. Явление Антихриста будет целенаправленным, чтобы посадить его на вершину глобализма. Чтобы у него была власть контролировать финансовые потоки и куплю-продажу. Уже существуют так называемые мировые рынки, мировая экономика. Сегодня мы видим, что существуют мощные экономики, как Китай, Япония, Европа, США. Люди обеспокоены тем, что если кризис наступит в США, то это повлияет на все рынки. Если у Японии будут проблемы, или у Китая, и так далее. Экономика – огромная часть того, что будет происходить в будущем. Вопрос такой, изменится ли это? Вернется ли это в сферу торговых отношений независимых национальных экономик государств? Мы можем сказать, если спутники попадают, весь интернет рухнет. Если произойдет катастрофа, может быть, тогда мы увидим изменения. Мы не думаем, что мы сможем вернуться к обычной жизни. Какая была раньше. Мы вовлечены все больше и больше в эту систему глобализма. Глобальный менталитет будет только возрастать и влиять на экономику. И это похоже на то, о чем говорит эта книга. И книга Откровения. Никто не сможет продавать или покупать без знака зверя. Мы движемся в этом направлении. Если бы мы говорили о таких вещах в 19 веке, то трудно было бы представить себе это. Но мы уже живем в этом сейчас и видим это. Мы понимаем, что становится более опаснее, чем было. Кто будет принимать основные решения? Что будет с Израилем? Кстати, Израиль и глобализм идут вместе. Этот мир против Израиля и это глобальное отношение. Почему? Потому что Бог дал обетование Аврааму. И лучший путь предотвратить эти обетования, уничтожить этих людей. Если бы сатане удалось уничтожить Израиль, то он стал бы надсмехаться над Богом и говорить, «Я сильнее тебя». Всякий раз, когда сатана выделывает свои трюки, они возвращаются к нему бумерангом. Всякий раз, когда дьявол нападает на Израиля, он умножается. Он убил 6 миллионов евреев в Европе через Гитлера. А Гитлер был демонически вдохновлен духом Антихриста. Третий рейх, правительство Германии, нацисты имели дух Антихриста. Есть ли у вас развлечение в отношении духа Антихриста? Знаете ли вы, как верующий, менталитет Антихриста? Вкрадчивый, властный, эффективный. Вам нужно знать это. Когда я понимаю, что происходит, я доверяю Богу. Я хочу, чтобы Бог, Дух Святой, обучал меня, хранил меня в эти последние дни. Церковь в Германии противостояла антисемитическому настрою Гитлера. Вы не можете быть антисемитами. Вы не можете идти против Израиля, потому что в этом случае вы идете против Бога, Бытие 12.2. Если вы будете проклинать Израиль, будете прокляты. История наполнена такими событиями. Неважно, кто вы, в какой стране живете, что говорит ваше правительство. Вы не можете делать это. Вы молитесь за Израиль, и вы на их стороне. Так обстоит дело. В Германии это пропагандировалось на государственном уровне. Геббельс выступал с российскими речами. Это была человеконенавистническая пропаганда правого крыла. То, что они сделали, для нас серьезный урок. Такое повторится еще раз. Будет также либеральное, левое крыло мягкое, идущее на компромисс. В нем тоже нет истины. В нем будет только чувство людей, их мнение, что ведет нас к нашему третьему пункту – отступничеству. Израиль будет обманут лидером, который скажет, «Я смогу решить ваши проблемы на Ближнем Востоке». И он, Антихрист, поможет. Церковь будет восхищена на небеса. Сейчас мы наблюдаем за формированием того, что будет происходить с Антихристом. Антихрист поможет иудеям. Израиль находится в мире, который против него. Но Антихрист примет силу и будет решением проблем Израиля. Они скажут, «Вот он, Мессия!» Но это не так. Антихрист находится на той же линии, как Гитлер, и в том же духе, но намного сильнее. Антихрист сядет в храме. Относительно храма эсхатология говорит, что он будет построен, потому что Антихрист сядет в храме и провозгласит себя Богом. Откуда мы знаем это? Павел говорит об этом. Второе, Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. И что сын погибели сядет в храме, как Бог, выдавая себя за Бога. Это истинная природа зла. Его истинная природа явится, когда он начнет преследовать Израиля. Это будет происходить в Иерусалиме. Иисус говорит, не возвращайся домой, чтобы взять одежду свою, когда вы увидите это происходящее. Горе же беременным и питающими грудью в эти дни. Вы бегите, чтобы спасти свою жизнь, потому что на землю сошел дьявол сильной ярости. Откровение 12 глава. Мы с вами говорим о последней части нашей проповеди. это «Отступничество Церкви». Первая Тимофея, 4 глава. Наверное, мне стоит заканчивать проповедь. Я не знаю, способны ли вы еще воспринять большее. То, что мы сказали, очень печально. Мне вдруг захотелось поехать на ферму в Монтану и исчезнуть там. Или эмигрировать в Новую Зеландию. Конечно, нет. Я рад, что мы здесь. Я рад, что в наших сердцах происходит Божье веще. «Церковь важна». Первая Тимофея, 4 глава, 1 стих. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. мы живем в Соединенных Штатах. Мы христианская страна. По всей стране очень много церквей. Лютеране, методисты, баптисты, католики. У нас христианские корни. Единственный путь, как стать христианином, это быть рожденным свыше. Я вырос в католической семье, но не был настоящим верующим. Морально церковь влияла на меня, но я был грешником, как все мы. И я не знал Иисуса, и я не знал Бога. Когда я поверил в Иисуса Христа, я был рожден свыше. И сейчас Дух Божий живет во мне. Мы стали верующими в Бога. Не важно, в каком я здании, но до тех пор, пока Христос здесь, пока любовь Духа Святого здесь, пока здесь проповедуется Библия, пока есть общение друг с другом, мы ходим в обновленной жизни. Мы очень озабочены тем, что происходит в нашей стране. Если вы не рождены свыше, как вы можете устоять в потоке Духов Обольщения. Первый стих. «Внимая Духом Обольстителем и учением Бесовским». Я цитирую из Марка Хичкока, который говорит о том, что пресвитарианская церковь приняла гомосексуализм, гей-браки. На этой почве произошел раскол в нескольких церквах. Итак, он говорит, «Высший суд в США принял решение о гей-браках. Всем известный христианский лидер отнесся благосклонно к гей-бракам». Его речь была обсуждаема на канале CBN. Он провел много часов с людьми и женатыми парами, что основной целью брака является духовный рост. Он также говорит, что гомосексуализм никогда не был выбором, и церковь должна проявить любовь и принять тех, которые привлечены тем же полом. Он говорит, «Понадобилось немыслимое количество часов, молитв, изучение писания, разговоров, эмоциональных всплесков, чтобы привести меня к заключению, где я могу заявить без колебания о полном принятии однополых браков в христианстве и в церкви». «Погодите-ка, вы изучали, вы читали? Христианская история длится уже две тысячи лет. Тогда родилась церковь в Римской империи. Такие вещи были неприемлемы в учении апостола Павла. 1 Коринфянам 6, 9-й, 10-й стих, 1 Тимофея 1, 8-й, 10-й стих, Римлянам 1-я глава, 27-й стих, В Ветхом Завете, Левит, 18-я глава, 22-я глава, «Все это мерзость перед Богом». Что же произошло? Почему мы не можем сказать, что это неправильно? Потому что мы любим друг друга. «Мне нравится этот мужчина». Я не совсем понимаю это. «Ну как же? Вы не понимаете, что такое любовь? Постойте-ка, а что, если я полюблю семилетнюю девочку? А что, если она полюбит меня? А как тогда насчет моей собаки? Я люблю мою собаку. И что? Мне заниматься сексом с собакой из-за того, что я люблю мою собаку? Я не понимаю, о чем мы с вами говорим. Любовь ли это? Разве мы говорим о чувствах, о наклонностях? О воображениях и фантазии и похоти? Духи-обольстители и учения бесовские. Наступает великое отступничество. Однажды я сказал определенные вещи в проповеди в отношении гомосексуализма. Одна молодая девушка встретила меня у дверей церкви и была очень рассержена на меня. Я поговорил с ней и понял, что в нашей церкви появилось разделение. молодое поколение было обучено, ведомо по такому пути мышления, когда чему-то неправильному не была дана истинная оценка. Вместо этого нас, верующих, у которых другая точка зрения называют узколобыми, нетерпимыми, ненавидящими. Погодите-ка, разве я ненавижу? Я не вижу ненависти в моем сердце. Я люблю людей. Я не делаю расследование за расследованием. Я люблю людей в моем сердце, но ко мне прилепили этот ярлык. все нормально, потому что я знаю, что здесь происходит. Я понимаю, что происходит отступничество от пути апостольского учения. Это не я сказал, и это все не обо мне. Это все об Иисусе Христе и о том, что Он говорит нам. Иисус мог бы сказать, ты спрячешься. Находясь под давлением, ты спрячешься. Ты думаешь, что тебе удастся выбраться? Сколько у тебя будет союзников? А как насчет прелюбодеяния? и другие вещи, которые происходят сейчас в церкви? Кстати, для меня не важно, если наша церковь мала. Для меня важно, то является ли Бог в церкви? В нашей церкви была семья, которая ушла по причине нашего отношения к гомосексуализму. Уйдет еще много людей. Много людей будут отходить от веры. когда Дух Святой с вами ведет вас и наполняет вас, в вас работают все цилиндры. Вы говорите, здорово, это есть во мне, спасибо Боже. Вы не судите, вы любите, вы служите. Существует так много лицемерия. Иисус говорит иудеям, лицемеры. Для вас было явлено столько чудес и знамений. А вы говорите, покажи нам знамения. Вы пустышки. Вам все равно. Вам нужно обличение и смирение. Вы не уйдете далеко с гордыми людьми. Это хороший урок для всех нас. Если я горд, Бог будет противиться гордым и дает большую благодать смиренным. Вы найдете духовную жизнь. Эта книга станет открытой для вас. Вы возлюбите ее и будете послушным ей. Вы начнете внедрять ее в жизнь. Вот слова одного из отступников бывшего пастора. Он и его жена пришли на программу одной телезвезды. Она задала вопрос по поводу принятия церковью однополых браков. И вот что он ответил. Мы еще не там, но культура опережает нас. Церковь станет еще более неуместной церковь. своими цитатами из писем, написанных 2000 лет назад, используя их как свою самую лучшую защиту. Вот это да! Он полностью отвергает Писание. Люди слушают его, молодые люди читают его произведения, следуют за ним. есть еще один отступник, который создал свою так называемую церковь. Церковь погружается в отступничество, и люди избирают, во что им верить, и что говорят их им чувства. Если бы я слушал таких, я курил бы сегодня марихуану, я сказал бы, Бог сказал мне делать это. Допустим, я верующий, который курит марихуану. Что же произойдет с моей жизнью? Куда она пойдет? Где я окажусь? Я знаю, что если вы лжете, то у Бога есть методы разобраться с вами. Если вы обманываете, Бог будет противиться вам. Почему бы не пойти в церковь, где вам прямо скажут истинное положение вещей? Потому что вам нужно читать Библию и склониться перед Богом на коленях и сказать, Боже, покажи мне, веди меня, потому что я живу в век отступничества. Ой, насколько мы уже задержались. Но давайте прочтем еще одну часть Писания, 2-я писал тот не придет. Да коли не придет прежде отступление. Это отступление от учения Библии. Кто-то говорит, что это относится к восхищению, но это не так. Это отход от апостольской веры. Люди будут отходить от веры. Пастор Стивенс проповедовал проповедь о Дне Пятидесятницы и о невероятном возрождении перед восхищением Церкви. Бог изольет на нас духовный огонь, и мы молимся за это. Я верю в это. Я верю, что Бог сделает что-то до восхищения Церкви. Я также верю, что в большинстве Церковь отступит от веры. В своем большинстве люди отступят от веры и пойдут на поводу у своих чувств, своих суждений, своего чувства правильного и неправильного. Они будут жить так, вместо того, чтобы жить умом Христа и учением Святого Духа. Аминь. Повалитесь со мной, пожалуйста. Вы сегодня здесь, и вы не верите в Иисуса. Я побежал бы к Нему так быстро, как только могу. Я сказал бы Ему, Боже, если Ты можешь прийти в любой момент, я не хочу упустить этот поезд. Я не хочу быть в неправильном месте в этот день, в неправильном с неправильным духом в неправильной жизни. Я не прав. Ты нужен мне. Спаси меня. Прости меня. Войди в мою жизнь и будь моим спасителем. Мне нужен живой Христос. Мне не нужны лже Христы. Восстанут много лже Христов в последние дни. Будут Иисусы полицейские, преуспевающие Иисусы, гуру Иисусы. Мне нужен Тот, Кто был на кресте, Кто воскрес из мертвых, Кто восседает на небесах. Я желаю живого Христа в мою жизнь. Иисус, спаси меня. Аминь.